Вечерние факты на телеканале Кубань 24. Здравствуйте! Далее расскажу о самых главных событиях этого дня. Они прячутся за местом происхождения товара и абсолютно не отвечают за то, что лежит в той баночке, которую они расфасовывают. Диалог по-взрослому. Брендированные яблоки и краснодарский чай в скором будущем прославят Кубань на всю страну. Разрушительное и дорогое пламя в Армавире подсчитали ущерб пожара на мебельной фабрике. Возможности без ограничений. Дом знаний в Славянском районе дает зеленый свет особенным детям на дороге в жизнь. Выбрав куклу или самолет, не стесняйтесь к ним принюхаться. Фейс-контроль для игрушек. Выбрать вечное дерево и не подложить свинью под елку своим детям поможет наш корреспондент. В этом году было обнаружено только на Кубани 400 советских воинов. Защитники обрели вечный покой. Сегодня весь край вспоминает неизвестных героев, подаривших Кубани свободу. Мы обучаем деткам, деток танцам, театру, проводим различные творческие мастер-классы. А еще учат быть полезными каждому. Краснодарская школа добрых дел готовится к выпуску первых учеников. Изменить Гражданский кодекс России, чтобы защитить региональных производителей. В Совете Федерации поддержали предложение губернатора Краснодарского края присваивать географическое указание только тем товарам, которые сделаны из местного сырья. Вениамин Кондратьев выступил сегодня с такой инициативой в Москве на заседании Палаты по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Губернатор заметил, для кубанских производителей это очень необходимая мера. Существует много случаев, когда за местные выдаются товары, выпущенные за пределами Краснодарского края. Яна Бузычкина с подробностями из Москвы. Астраханский арбуст, радувский сыр и уральские самоцветы. Вот они, региональные бренды глазами детей. Выставка под таким названием открылась прямо у зала заседания, где как раз таки сейчас в это время уже взрослые обсуждают, как развивать эти региональные бренды и защитить производителя. Анонсируя эту встречу, в Совете Федерации отметили, разговор будет откровенным и деловым. Год назад спикер Верхней Палаты парламента Валентина Матвиенко поручила сенаторам зарегистрировать как минимум два региональных бренда в каждом субъекте. Сегодня на расширенном заседании парламентарии отчитались о сделанной за год работе. Так, этой осенью в Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект о развитии товарных знаков. Гражданский кодекс вводит новое понятие – географическое указание товара. Например, можно запатентовать адыгейский сыр, либо кубанские яблоки. По мнению Валентина Матвиенко, бренд станет не только лицом региона, но и привлечет дополнительные дивиденды. Географическое указание чётко связано с местом происхождения товара. Оно не может быть передано другому лицу, не находящемуся в соответствующей местности. Продукция, маркированная географическим указанием, даёт потребителям представление об изготовителе, качестве товара, наличии в нём особых свойств, которые определяются местом его изготовления. Ещё один объект интеллектуальной собственности, который уже определён в Гражданском кодексе – наименование места происхождения товара. Но и это не до конца защищает региональных производителей от подделок. Вениамин Кондратьев обратился к Совету Федерации с инициативой присваивать географическое указание только тем товарам, которые произведены из местного сырья. Например, кубанская сметана должна быть сделана исключительно из кубанского молока. Изготавливать её могут только на заводах Краснодарского края. Те, кто расфасовывают, просто расфасовщики, они не должны прятаться за местом происхождения товара. А сегодня они прячутся за местом происхождения товара и абсолютно не отвечают за то, что лежит в той баночке, которую они расфасовывают. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что есть абсурдная ситуация, когда гречка, можно найти пакетики, где написано «на гречке произведена на Кубани», но на Кубани гречка не растёт. То есть использовать бренд, произведена на Кубани, оно становится сегодня максимально, конечно, конкурентоспособным. Но конкуренция должна быть честной и настоящей. В этом случае мы поможем и производителям, в том числе, серхозпродукции. Но и на самом деле наши жители не только края и страны будут есть на самом деле кубанскую продукцию, настоящую. Огромная просьба как вариант. То есть мы что просим? Всё-таки внести изменения, насколько это возможно, в статью Гражданского кодекса в части добавить словами, что производство товара и сырья выращенного исключительно на территории субъекта. Спасибо большое. Коллеги, я попрошу рассмотреть секретарь предложения, которое Вениамин Иванович высказал в плане совершенства законодательства и отразить в решении. Спасибо. Мы видим, какая тревога есть в регионах и сколько ещё надо сделать для того, чтобы всё упорядочить. Тем временем в крае уже работают механизмы, которые призваны защищать и продвигать товары. В регионе созданный единый бренд сделан на Кубани. Знак качества присвоен уже 95 предприятиям Кубани. Сегодня ярким логотипом они маркируют более чем три сотни товаров. Обладатели знака качества получают займы под низкие проценты и налоговые преференции. Поправки в Гражданский кодекс, который инициировал губернатор Кубани, станут дополнительной помощью в продвижении наших продуктов. Это будет прославлять территорию, продвигать товары наши, обеспечивать конкурентоспособность на рынке и делать территорию привлекательной для туристов. В этом есть мировой опыт и в этом направлении мы сегодня отмечаемся. На заседании Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать стратегию развития региональных брендов. Эксперты считают, что такая маркировка товаров поможет стать дополнительным стимулом для развития агропромышленного бизнеса. Яна Бузычкина, Денис Перец, Кубань-24, Москва. К другим темам. Планы многих жителей Кубани сегодня нарушила мгла. Из-за тумана в Краснодаре задержали 8 авиарейсов. Еще 7 были отменены. 8 самолетов совершили посадку на запасных аэродромах в Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных водах. Сейчас со всеми не улетевшими из краевой столицы пассажирами работают представители авиакомпании. Из-за белой пелены сегодня произошло несколько аварий. Под Краснодаром столкнулись сразу 4 автомобиля. В районе поселка Лорис на трассе М4 Дон дорогу не поделили большой груз, два фургона и внедорожник. По счастливой случайности никто не пострадал. Опасная для водителей погода, по прогнозам синоптиков, продлится до конца недели. Завтра дымку стоит ждать с самого утра. По крайней мере часов до 11 будут формироваться туманы по краю, поэтому водителям надо быть предельно внимательным. И предельно внимательным надо быть еще в связи с тем, что вот тот снег, который остался в северных районах, в восточных районах, при положительных температурах, которые у нас будут отмечаться практически всю неделю, это до плюс 3-4 градусов, будет таять, а ночью температура будет опускаться до отрицательных, поэтому это все будет подмерзать, будет гололедиться. Тем, кто за рулем, сотрудники ГИБДД рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростный режим и выезжать только на зимней резине. Продолжаем выпуск. В Белореченске новая современная котельная теперь подает тепло в центральную районную больницу и 10 многоквартирных домов. Блок состоит из четырех модулей, каждый обшит стойкими и к любым погодным условиям сэндвич-панелями. Котельная полностью автоматизирована, постоянное присутствие оператора не требуется. Смена сможет узнать дистанционно через датчик GSM-связи. Эта котельная одна из самых мощных котельных, которая выделяет более 5 мегаватт. И сегодня мы как бы подводим итог. В целом, по краю, за 2018 год было реконструировано и построено новых 42 котельных. В следующем году в крае появится 40 таких котельных. Деньги на них уже заложены в региональном бюджете. 16 детей-сирот отметили новоселье в Славянске-на-Кубани. Им вручили ключи от квартиры в недавно возведенном доме. Торжество продолжилось с чаепитием. Заселяться в новое жилье можно хоть завтра. Нужно только купить мебель. Все остальное есть. Комнаты просторные и оклеены обоями. На полу ламинат. В ванной уложена плитка и установлена сантехника. В кухне газовые плиты. Живем мы в Кутаре Великов, у мужа бабушки. У нас детки двое замечательные. Ждали с нетерпением получения ключей. Квартиры приобрели в рамках губернаторской программы «Дети Кубани» с 2009 года в Славянском районе. По ней ключи от жилья получили больше 200 сирот. В следующем году краевые власти планируют увеличить финансирование. В 2019-м на реализацию этой программы больше денег выделят и по всему краю. На покупку жилья для детей-сирот потратят 1 миллиард 740 миллионов рублей. Квартиры по программе «Дети Кубани» приобретают в регионе уже 6 лет. Средства поступают из краевого и федерального бюджетов. За это время свой дом обрели больше 6 тысяч сирот. В последние три года справили почти 1800 новосельей. Так, в 2016-м году свое жилье получил 431 человек. На это выделили около 670 миллионов рублей. В прошлом году счастливыми обладателями ключей стали 577 детей. Сумма выросла больше, чем на 10 миллионов рублей. А в 2018-м новоселье отметят 789 человек. На покупку квартир направили почти миллиард рублей. Отмечу, что до программы «Дети Кубани» каждый ребенок без попечения родителей был под опекой муниципалитета. И деньги на жилье для них были заложены в бюджете города или района. Сегодня во всем мире отмечают Международный день инвалидов. На Кубани проживает 472 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. 30 тысяч из них дети. Их обучению и социализации в регионе уделяют особое внимание. В крае работают больше 50 специальных школ и интернатов. Моя коллега Юлия Костина побывала в одной из них. Ну вот, какая ты молодец. Молодец, Катюша. Только ребенок может так искренне радоваться разноцветному жирафу. Занятия у дефектолога Катюша и ее одноклассники очень любят. Огромное количество развивающих игрушек и заданий, казалось бы, совсем несложных. А вот Алексея очень трудно удержать на одном месте. О сказке он переходит в библиотеке и вот уже копирует учителя перед зеркалом. В кабинете логопеда у него, как обычно, масса дел. Кто это у тебя в руках? Ну, землей. А он какого цвета? Кои цвета. Для наших деток это тоже достижение, когда они кукой-рекают, воют. Это вызывает речь, а также потом уже начинает формироваться дальнейший строй речи. Их постоянно надо стимулировать к речевым действиям. Постоянно. То есть им нужна помощь. В этой школе учатся 186 детей. Здесь такие же, как и в обычной, общеобразовательной учебной комнате, расписание, звонки, мультимедийные доски. Но учат по специальным учебникам и с помощью развивающих игр. Да и в классах всего по 12 человек. Все педагоги прошли специальную подготовку для работы с особыми детьми. Здесь это интеллектуальное нарушение, в том числе аутизм. В школу надо ходить каждый день. Я люблю свою школу. Зато мне нравятся профильные труды. Мне тоже нравятся. Иногда что-то я новое делаю. Математике не нравится решать. По труду мы хоть занимаемся, сверлим, делаем всякие подделки из дерева. Правильно посадить комнатный цветок и ухаживать за ним – целая наука. Последовательность действия отрабатывают на уроках домоводства. То, что кажется понятным и привычным, с учениками проговаривают несколько раз. Труду в этой школе уделяют особое внимание. С пятого класса дети учатся не только ухаживать за цветами, но и фасовать семена, шить фартуки, даже правильно мыть холодильник. Эти ребята отлично справляются с несложной, но нужной работой. Наши выпускники поступают в Славянский электрохитнический техникум. По специальности швея, плиточник, облицовщик, цветоводство находят полное продолжение своему обучению. Нашим детям это важно. Важно, когда они чувствуют свою значимость. В Краснодарском крае система специального образования существует несколько десятилетий. 52 коррекционные школы-интернаты работают в каждом районе. Все образовательные учреждения имеют свой профиль и востребованы на Кубани 30 тысяч особых детей. Нередко, узнав, как о них заботятся в Краснодарском крае, семьи переезжают из других регионов страны, чтобы дать своему ребенку такое нужное образование. У нас сеть коррекционных образовательных организаций очень большая в Краснодарском крае. Ею можно даже похвалиться. Нам помогает и программа «Доступная среда», которая позволяет создать специальные условия, чтобы каждая образовательная организация могла принять и организовать обучение таких деток. Не так давно Министерство образования передало учебному заведению в Славянске-на-Кубани медицинский диагностический комплекс. Его помощь в школьных стенах определяют рост, вес и эмоциональное состояние ребят. Если у него, например, есть напряжение в данный момент, либо это у него тревожность ситуативная, то, что сейчас что-то испугался, либо идет тревожность школьная, тревожность общая, социальная. И в соответствии с этим потом мы корректируем свою работу. В этой школе для каждого ребенка подбирают индивидуальный план занятий с дефектологом, психологом или логопедом. Педагоги считают, что только профильные учебные заведения со специализированной методикой дадут детям возможность быть востребованными в жизни. Юлия Костина, Денис Околов, Кубань-24, Славянский район. На Кубани новогодние мечты собрали волшебные снегири. Совсем скоро они украсят елки желаний по всему краю. В открытках в виде птиц маленькие пациенты гематологического отделения детской краевой больницы написали свои просьбы к Деду Морозу. Я попросила у Деда Мороза, чтобы он мне принес большое-большое лего. Залез на удоволоку. Ролики. Открытки повесят на праздничные деревья в торговых центрах региона. Стать добрым волшебником сможет каждый. Достаточно снять снегиря с елки, приобрести то, о чем мечтает малыш, и передать подарок волонтерам фонда «Край добра». Обрадовать ребенка можно и лично. На открытке указаны имя и адрес. Часто бывает так, что ребята не могут попасть домой на Новый год, и они все ждут чудо, ждут Деда Мороза и Снегурочки, и подарков, конечно же. И когда случаются такие акции, это очень радует наших детей. Они счастливы, они получают массу положительных эмоций, их чудо сбывается. И это самое главное. В этом году благотворительную акцию «Елки желаний» проведут с 15 по 25 декабря. Рядом с каждым деревом, украшенным открытками с детскими мечтами, будут дежурить волонтеры фонда «Край добра». Узнать о качестве игрушек, карнавальных костюмов, сладких подарков и пиротехники теперь можно по телефону. Роспотребнадзор России в преддверии Нового года запустил горячую линию по вопросам безопасности детских товаров. Ее номер сейчас на экране. Региональные специалисты с сегодняшнего дня консультируют потребителей по всем вопросам, связанным с подарками, детскими представлениями, а также услугами аниматоров. Ежегодно в преддверии зимних каникул на линию поступают тысячи звонков. Больше всего родители интересуют стандарты изготовления обуви, одежды и конфет. Работать колл-центр будет до 21 декабря. Но не спешите набирать телефон горячей линии Роспотребнадзора. Возможно, на интересующие вас вопросы сможет ответить наш корреспондент. Как не испортить самый любимый и долгожданный день в году, ни себе, ни, главное, своим детям. А еще зачем нюхать игрушки и гладить елку против шерсти. Расскажет Андрей Кныпа. Прямо сейчас. Ничто так не красит последний будний день в году, как подарки от Деда Мороза. Начнем именно с них. На чем сконцентрировать внимание в детском магазине? Прежде всего, следует учесть возраст ребенка. Игрушки для малышей должны быть без выступающих частей, которые могут легко отломиться. И острых углов они могут поранить. Кроме того, насторожить должен неестественный, ядовитый цвет изделия. Это признак токсичных красителей. Почитать инструкцию тоже полезно. Некоторые развивающие наборы для дошкольников предназначены только для игры под наблюдением взрослых. Выбрав куклу или самолет, не стесняйтесь к ним принюхаться. Токсичные материалы будут пахнуть неприятно. Мягкие игрушки детям до трех лет Дед Мороз дарить не советуют. Они быстро могут стать сборником пыли, бактерий и спровоцировать аллергическую реакцию. У добротного мишки или порядочного плюшевого зайца все должно быть прошито на совесть. Так, чтобы на руках ребенка не оставался ворс. Не последнее значение имеет фейс-контроль. Мультяшных монстров и страшных мутантов выдержит не всякая детская психика. А выбирая барабан или автомат, стреляющий громкими очередями, подумайте о том, как весело это будет звучать в квартире. Правильные подарки должны лежать под правильной елкой. Ствол у отборной лесной красавицы ровного цвета, без темных полос, мха, грибка и плесени. Если встряхнуть дерево, с него не должна сильно сыпаться хвоя. И еще одно замечание. Высота товара измеряется от сруба до верхушки. А зеленая макушка – это не верхушка. Поэтому на цену влиять не должна. Живую елку не советуют заносить в комнату сразу. В целях акклиматизации лучше оставить ее ненадолго на балконе. Чтобы дерево сохранилось дольше, не устанавливайте его близко к батарее. У тех, кто елочный кастинг проводит в магазине, задача сложнее. Ведь этот товар не на один год. Поэтому осматриваем упаковку. Материал, производитель, условия использования – все должно быть указано на русском языке. Если искусственное дерево пахнет химией, на праздник его лучше не приглашать. А если погладить колючий товар против шерсти, с него не должна сыпаться блестка и искусственный снег. Не лишним будет проверить устойчивость конструкции. Металлическая крестообразная подставка считается самой надежной. Понюхали, погладили и все устроило. Тогда считаем ветки и детали согласно инструкции, чтобы новогодний пазл сложился и дома. Все эти правила пригодятся и тем, кто заказывал елку в интернет-магазине. В пункте доставки товара не спешите доставать кошелек. Сначала изучите посылку детально, в буквальном смысле слова. Чтобы в елкин день не вспомнился ешкин кот. Вы смотрите «Вечерние факты» и мы продолжаем. Бизнес, который прогорел в буквальном смысле слова. Крупный пожар на производстве тушили сегодня в Армавире. Горело сразу несколько цехов по улице Матвеева. Столб дыма был заметен далеко. Запах гари витал над городом. К приезду пожарных огонь захватил уже 700 квадратных метров. На крыше с треском взрывался шифер. Это значит, что температура внутри была не меньше 600 градусов. На месте был развернут штаб, который координировал работу спасателей. Пожарные вывели людей из горящего здания и сделали все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение в производственном цехе. Организована работа нескольких боевых участков на тушение пожара и защиту соседних строений. Подано 6 стволов Дельта. Организована работа газодымозащитников. Спасено 5 человек. Очевидцы рассказывают, что около 8 часов утра услышали сильный хлопок, а потом уже повалил дым и отключилось электричество. На ликвидацию пожара потребовалось около 2 часов. За это время огонь уничтожил станки и материалы для изготовления корпусной мебели. Убытки хозяин оценивает в 10 миллионов рублей. Он уверен, что возгорание случилось в соседнем пластмассовом цеху. По иронии судьбы, там делали огнетушители и аптечки. Выборы в сельских поселениях Кубани прошли без нарушений. Об этом сегодня заявили в Краевой избирательной комиссии. На посты руководителей заступят сразу 8 глав. Голосование прошло в шести районах края. Обширонском, Ейском, Павловском, Староминском, Тимошевском и Тихорецком. Среди кандидатов были представители политических партий и самовыдвиженцы. А в каждом поселении отметили высокую явку. Самая крупная кампания прошла в Хадыжинске. Там выбирали главу города. Неизвестный солдат обрел вечный покой. Сегодня в Новомышастовской придали земли останки бойца советской армии. Он погиб в феврале 1943 года, освобождая станицу от немецко-фашистских захватчиков. Поисковики обнаружили воина в мае прошлого года. И все это время специалисты пытались установить его личность. Сделать это не удалось. Однако стало известно, что это боец 9-й горно-стрелковой дивизии. И на момент гибели ему было 30 лет. Вечная ему память. И, уважаемые друзья, пока мы помним уроки истории, пока мы помним тех, кто с ценой своей жизни отстоял свободу нашей Родины, наша Родина будет независимой. Сегодня вся Кубань вспоминает солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и остались неизвестными. К мемориалам несут гвоздики, у памятников проходят митинги. А в Краснодаре дочери героя войны Евгения Пасохина сегодня передали книгу о Д-184. В ней рассказы о судьбах пленных советских бойцов, в том числе и ее отца. Церемония прошла у вечного огня. На торжественный митинг приехали воспитанники военно-патриотических клубов и школьных поисковых отрядов. Он в первые месяцы войны ушел на фронт и попал в плен в 1941 году, в октябре 1941 года под Вязбой. Там были окружены наши войска и он, будучи раненым, в обе ноги очнулся и перед ним уже стоят немецкие солдаты. Этот день считается еще неофициальным днем поисковика, потому что в своей работе поисковики в ходе экспедиции обнаруживают сотни солдат. В этом году было обнаружено только на Кубани 400 советских воинов. И имена 380 из них установить не удалось. На Кубани работает 15 поисковых отрядов. Они ежедневно обследуют места, где 75 лет назад проходили сражения и находят останки советских воинов. Сегодня членов экспедиции наградили знаками отличия Министерства обороны. В Краснодаре решили обустроить сразу два сквера в Пикубанском округе – фестивальный и майский. Работы запланировали на будущий год. Выбор фестивального не случайен. Он победил в голосовании по выбору зеленых зон для первоочередного благоустройства. На территории почти в 2 гектара установят новые скамейки, дополнительное освещение, сделают пешеходные дорожки, высадят деревья, обновят спортивные площадки, создадут интерактивную игровую детскую зону. По мнению главы города Евгения Первышева, в Прикубанском округе нужно создавать как можно больше новых зеленых зон и благоустраивать те, что уже существуют. Изменит облик из Квермайский. Он находится на улице Яна Полуяна. Здесь также обустроят спортивную детскую площадки, новые скамейки и освещение. Искусству делать добрые дела теперь можно научиться. В Краснодаре стартовал уникальный образовательный проект «Школа волонтера». Участникам курса рассказывают о разных видах социальной помощи, тонкостях ухода и общении с людьми с ограниченными возможностями. Также расскажут, как помочь в поисках пропавших без вести или быть полезным в экологическом движении. Кураторами по каждому направлению выступают известные в Краснодаре общественные деятели и представители благотворительных организаций. Идея объединить волонтерский опыт в рамках одной площадки предложила компания МТС. Я с радостью откликнулась на это предложение от МТС, от компании МТС, потому что для нас очень важно рассказывать о нашей деятельности, рассказывать о наших подопечных. У нас есть разные организации, есть донорская организация, есть организация по поиску, например, людей потерявшихся, есть у нас, например, «Помоги городу» — это экологическая программа. То есть, придя в эту школу и прослушав несколько руководителей организации, можно вообще понять, что мне интересно. По словам организаторов, школа-волонтеры — это не просто образовательный проект. Он направлен на формирование добровольческого сообщества в Краснодаре. Здесь можно получить поддержку, разработать собственные проекты и даже попробовать себя в одном из благотворительных направлений. У нас в компании уже достаточно длительное время развивается свое корпоративное, волонтерское движение. Начиналось это с группы активистов, которые уже 4 года ездят с образовательным проектом в школу-интернат. Мы обучаем деткам, деток танцам, театру, проводим различные творческие мастер-классы, там профориентационные вещи. А вот сейчас мы решили, что у нас, в принципе, достаточно опыта, чтобы быть инициатором создания такого нужного и полезного сообщества в городе. Начать занятия в школе может любой желающий. Сейчас проводят обучение первого потока и открыт набор на второй. Образовательный курс состоит из шести лекций. Участники могут прослушать все тематические блоки или выбрать те, которые будут интересны именно им. Обучаться можно и дистанционно. В рамках проекта будет подготовлен курс вебинаров. Записаться в школу можно, отправив заявку на адрес, который сейчас на вашем экране. Вы смотрите «Вечерние факты» и мы продолжаем. 19 лет в эфире. Все начиналось с синей ткани, а сегодня несколько отдельных студий, даже передвижная. Это все о нашем телеканале «Кубань-24» празднует день рождения. Мы единственные в регионе, кто вещает в режиме 24 на 7. Мы показываем, как и чем живет наш край. А героями проектов может стать любой житель или гость региона. Вероника Староженко расскажет о том, как менялся наш телеканал и кто остается за кадром. На «Кубани» стартовал Сев Рисан. Для нас большая честь общаться с вами. Спасибо вам. Последние шаги прошли участники «Бессмертного полка». Гиды с нами нет, идем мы дикарем. Мы трудимся и днем, и ночью. Уже, наверное, нет и сантиметра, не тронуты журналистами «Кубань-24» земли в крае. Мы снимаем сверху, на ходу и даже в местах, где находиться небезопасно. Мы плачем вместе с людьми, которые попали в беду, и радуемся успехам жителей края. Прежде чем что-то советовать, пробуем сами, показываем за кулисе разных сфер жизни, куда простому человеку вход запрещен. Мы рискуем, когда хотим удивить искушенного зрителя и постоянно в поисках нового. Мы помогаем решать социальные проблемы, собираем деньги на лечение тяжело больных детей. Мам, я тебя слышала? Да ты же мой мальчик. Знаем, где лучше провести выходные, как построить бизнес и просто поднять настроение. Есть вечные темы, которые, в общем-то, не меняются. Это любовь, это здоровье, это память. Но меняются, наверное, только формы. Это новое оборудование, это новые приемы какие-то технологические. Но самое главное в любой программе авторской должна быть честность и искренность. Честность, искренность и оперативность – три кита, на которых строят свои сюжеты, корреспонденты фактов. Мы всегда первые в эпицентре событий. Вертолет Ми-2 потерпел крушение. Бойцы Росгвардии уже приступили к выполнению задания. Сотни зрителей на петлейне Сочи автодрома. Легендарный вратарь Лев Яшин почти готов. Новости – это фундамент телеканала «Бессмертный продукт», с которого, по сути, началась наша история. Несомненно, этот день, 1 декабря 1999 года, войдет в перечень исторических событий Кубани. 19 лет назад отгремел первый эфир. Он длился два с половиной часа над выпуском. Тогда трудилась команда всего из 80 человек. Работали в офисном помещении, совсем не приспособленном для студийной работы. К потолку были прикручены самые простые осветительные приборы, а ведущий читал новости всего лишь на одну камеру и на фоне синей ткани. Сегодня на Кубань-24 около 400 сотрудников. Возможности и масштабы тоже другие. Сегодня мы работаем в отдельном четырехэтажном здании с собственным автопарком. 18 машин, в том числе передвижная и спутниковая станция. С ее помощью мы можем выходить в прямой эфир из любой точки края. Стас, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, коротко, как работает ПТС, ПСС? ПТС работает таким образом. Формируется многокамерная съемка. Сейчас мы можем формировать 7 различных источников. Это 7 камер. Дальше сигнал сформированный ПТС отдается в спутниковую станцию ПСС. И передается непосредственно на спутник Индоса 904. Дальше со спутника принимается непосредственно в нашем здании. И отдает сигнал на наш, на весь край и на город Краснодар. Мы хоть откуда можем выходить, да? Можно выходить с любой точки Краснодара, края и так далее. Даже с мира. С любой точки мира. А сейчас я покажу жизнь за кадром. На входе серьезная охрана телеканал «Режимный объект». Впереди комната преображения. Десятки кисточек, больше сотни оттенков помад и теней. И гримеры, словно феи, знают, как сделать образ ведущего совершенным. Сделаем глазки поярче и будешь вообще звезда. А губы, девочки, тоже поярче сделать надо. Следом к съемкам готовятся операторы. Они сидят вот в этой комнате. Ребят! Но сейчас никого нет. Видимо, все на выезде. Так что идем дальше. А снимаем мы сегодня в профессиональных павильонах. С современным оборудованием и правильной высотой потолков. Посмотрите, наверху десятки специальных ламп освещения, которыми управляют компьютеры. А ведущие сегодня работают сразу на несколько камер. Давайте даже посчитаем. Раз, два, три, четыре, целых пять штук. Кстати, за ведущими следят режиссеры в главной аппаратной. Туда мы сейчас и отправимся. А на втором этаже находится сердце телеканала. Главное аппаратное, скажу по секрету. У ведущего в ухе микрофон. И в него режиссер говорит, на какую камеру смотреть и когда говорить. Добрый день. Сегодня в сетке вещания телеканала, еще аналитические, медицинские, социальные программы и документальные фильмы. Один из последних проектов «Это надо живым» Денис Осопова стал призером Всероссийского конкурса «Федерация». Цикл передач рассказывает, как освобождали Кубань от фашистов. Копилку наград в этом году пополнила и работа Аллы Григоренко о легендарном маэстре Викторе Захарченко. Фильм победил на телекинофоруме «Вместе». За 19 лет работы компания завоевала десятки премий в числе главных трофеев – шесть статуэток «Тэфи-регион». Но самые важные награды для нас – отзывы телезрителей. Каждый материал мы готовим, не жалея своих сил и не считая терабайт, и обещаем и впредь стараться и насыщать вашу жизнь только полезной информацией. Вероника Сраженко, Артур Завады, Евгений Безруков, Дмитрий Ланин, Игорь Звинаревский, Илья Кавакин. Кубань, 24. Продолжаем выпуск. Черно-белая мысль со скоростью света. В Геленджике прошел первый открытый чемпионат по быстрым шахматам на Кубок главы города. Своё мастерство показали 100 спортсменов. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 этапов. У начинающих гроссмейстеров на всю партию было 10 минут, а на обдумывание хода всего 5 секунд. Мне 67 лет, 60 я из них играю в шахматы. Есть и сильные, и мощные чемпионы мира, я знаю, есть. Капитальная игра, вообще приятно играть, тем более с детьми, которые намного лучше играют, может, чем взрослые. Вот отличие от меня, вот уже проиграл одну партию. Интеллектуалы, которые набрали больше всех очков, получили кубки, а тем, кому скорости чуть-чуть не хватило, медали, грамоты и денежные призы. На Кубани этой игре уделяют особое внимание. В регионе успешно действует проект «Шахматы в школе». Сейчас по всему краю проходят большие соревнования. Они охватывают свыше 800 школ. Соперничают юные крамники и Алёхины как в онлайн-режиме, так и очно, встречаясь на турнирах. Баталии за шахматной доской ведут спортсмены от 7 лет. Соревнования завершатся в конце учебного года. Лучшие школы Кубани станут участниками всероссийского турнира «Белая ладья». Получат новые игровые наборы, денежные премии и компьютеры. Юг России глазами современных художников. Выставку картин презентовали на открытии нового офиса банка «Центринвест». В этом году Краснодарский филиал банка отметил 15-летие. По словам специалистов, клиенты оценят не только творческое оформление, но и широкий спектр услуг. Офис представляет новые форматы банковского обслуживания, например, оборудование по сбору биометрических данных. Оно открывает доступ к инновационным финансовым сервисам и цифровым технологиям. Для клиентов офиса также есть кофейня. Как отмечают эксперты, диджитализация банковских услуг поможет предпринимателям Кубани работать эффективней. Для того, чтобы мы были и дальше готовы развивать этот бизнес, мы сегодня все наши социально-образовательные проекты в рамках стратегии ESG диджитализации мы упаковали в акселератор банка «Центринвест», который представляет собой функционал, включающий в себя не только финансовую поддержку, консультационную, юридическую помощь, помощь наставников, для того, чтобы новое поколение предпринимателей, оно как можно меньше повторяло ошибки старших поколений. Банк на Кубани имеет широкую сеть филиалов. Он входит в число лидеров по ипотечному кредитованию, развитию малого и среднего бизнеса, а также развитию стартапов. Строит работу на принципах корпоративной, экологической и социальной ответственности, развивает социальные проекты. В первую очередь это повышение финансовой грамотности жителей края, стипендиальные программы для студентов и помощь многодетным семьям. Шедевры природы Кубани можно увидеть сейчас в Краснодарском музее имени Коваленко. Там открылась первая фотовыставка «Природа в объективе». В экспозиции 37 работ лучших фотографов региона. За удачными кадрами мастера вспышки и затвора охотились по всему региону. На снимках безбрежные сочинские субальпийские луга, Анапское кипарисовое озеро с высоты птичьего полета, знаменитая вершина горячего ключа «Петушок» – все это особо охраняемые территории Кубани. Во-первых, показать красоту края. Творческие люди подошли, которые непосредственно ходят, видят это своими глазами и могут до нас это донести. Во-вторых, конечно, еще раз обратить внимание на необходимость сохранения того прекрасного, что у нас есть в крае. И, конечно, это очень важный элемент экологического просвещения наших людей. Работы для выставки выбрали по итогам краевого конкурса. Свои снимки на суд жюри отправили больше 70 любителей и профессиональных фотографов. Победителей всего 10. Им вручили дипломы и специальные награды – экологические статуэтки. Посетить фотовыставку можно до 14 декабря. Уборкой пляжей в Адлере занялся мурчик. Так зовут пса редкой породы американская акита. Во время прогулки собака осматривает прибрежную территорию и убирает пластиковые бутылки, банки и пакеты. Причем кладет их аккуратно в урну. Полезному делу мурчика научила его хозяйка, которая вместе с собакой участвует в уборке пляжей. За каждый отправленный в бак предмет пёс получает вкусный презент. Этот ролик стремительно набирает популярность в интернете. Его разместила владелица четвероногого любителя чистоты.